Попытка номер два. Звук появился. Во, отлично. Давайте тогда начнем. Все работает. Все запустилось. Отлично. Все? Да, закрывай дверь, начинаем. Итак, да, всем привет. Так, мне вот сюда тоже. Я, если позволите, буквально три минуты. Значит, меня зовут Дмитрий, группа компании Recom, Верзен Цузамон, как мы тут все любим говорить. Первый момент, который хотелось бы рассказать, что вы наверняка видели в анонсе, у нас было написано, что всем участникам вебинара мы предоставляем образцы материала Хардслабс бесплатно. Есть у нас такие небольшие баночки по 0,1 килограмма, именно вот для тестов. Поэтому, пожалуйста, первая просьба огромная такая. Прям напишите либо в чат. Напишите, пожалуйста, в чат, какие полимеры Хардслабс вы еще не пробовали, но хотели бы протестировать, и мы обязательно свяжемся и придумаем, как их вам доставить и так далее. Вот. Ну и второй момент, что мы готовы попечатать что-то тестовое для вас. То есть у нас есть Фрозены, у нас есть Формлабсы, поэтому если есть желание что-то потестировать, то тоже дайте знать, что-нибудь напечатаем и разберем, какие есть нюансы. Вот. Кто-то ни один не пробовал. Отлично. Супер. Вот. Ну, собственно, кто такой Александр, я, наверное, представлю сам. Это, ну, вообще в целом компания Хардслабс – это наши хорошие друзья и партнеры. Ребята делают очень хороший продукт, продукт, который востребован не только у нас с вами, но и по всему миру. Мы вот буквально на этой неделе начали покорять Австралию с ребятами, так что даже до кенгуру добрались. А так в Европе, в Америке ребята уже известны и заслужили себе очень хорошую репутацию. Мы сотрудничаем не только по направлению продаж, но и по направлению тестирования разных видов новых полимеров, их практического применения в цифровой стоматологии. Поэтому нам с ребятами очень интересно. У них горят глаза, у нас горят глаза, поэтому мы вот как бы двигаем эту тему. Александр занимается разработками, Александр очень-очень глубоко в теме, поэтому, ну, я уверен, вы по ходу вебинара это и сами поймете. Поэтому он знает очень много, задавайте вопросы, не стесняйтесь. Я думаю, что у нас все получится. Вот, всем хорошего вебинара, отличного дня. Погнали? Погнали, да. Да, значит, сегодня даже будет, скажем так, в презентации упомянут один материал, который, скажем так, был разработан в том числе при участии ребят из Рекома. Они нам помогали очень много в этом плане. Вот, так что сегодня можно сказать, первый публичный анонс этого материала. Не уверен, что он пока есть в образцах, но будет, однозначно. Вот, значит, я так понимаю, что презентацию видят все, правильно я понимаю? Напишите, да, что все окей. Марк, у вас все хорошо? Все супер. Тогда пойдем вперед. Значит, небольшая краткая история по тому, кто мы такие. Вот, то есть мы на рынке где-то с 17-го года занимаемся разработками именно фотополимерных материалов для стоматологии, в основном для стоматологии. Вот, тогда же в 17-м году были признаны лучшим стартапом года. В общем-то, растем очень быстро. Вот, как Дима сказал, продаем в большое количество стран. То есть сейчас уже больше, чем в 20 странах у нас есть партнеры. А продаем мы, если не изменять память, что-то типа 51 или 52 страны. Вот. И Австралия. И Австралия в том числе. Да, количество постоянно меняется, поэтому, честно говоря, актуальную цифру я, наверное, назвал сейчас уменьшенную цифру. Вот. Я лично погружен в разработки, соответственно, понимаю в самих материалах и в том, как их печатать, да, в том, какие бывают нюансы, в том, какие бывают принтеры и так далее. Вот. И, в общем и целом, мы об этом как раз и поговорим. А мне нужно чат видеть. Нет, отлично, отлично. Так. Значит, пойдем дальше. Значит, основные наши направления. Ну, опять же, интересно нам будет сейчас первые два, поскольку мы сейчас в основном говорим про настолку. Вот. Это, соответственно, настольные LCD и DLP принтеры и настольные SLA. Вот. Также хочу затронуть то, что мы занимаемся разработкой материалов и для промышленных фотополимерных машин. Полиамида под SLS и материалов под CGP. В принципе, все эти пять технологий использовались или используются в стоматологии. Вот. Но сейчас основной фокус набирает именно материалы под настольные 3D принтеры. В силу того, что сами принтеры доступные, компактные, да, и стоят весьма адекватных денег, в отличие, например, от промышленных машин. Ну, и плюс, опять же, расходка под них очень сильно растет, улучшается, появляются какие-то новые уникальные материалы. Вот. И можно активно внедрять в свое ежедневное, скажем так, использование. Вот. Значит, пойдем сначала с того, какие фотополимерные 3D принтеры существуют. Вот. Говоря о том, какие принтеры существуют, я имею в виду настольные принтеры. Вот. В основном это 3 технологии. И сейчас все 3 мы разберем, в чем их отличие, в чем преимущество, что лучше взять, что лучше взять потом. Вот. Значит, первое, с чего стоит начать, это SLA-технология. Технология, которая печатает с помощью лазера, то есть существует внизу принтер-лазер, вот, с помощью гальванометра он отклоняется и заштриховывает по факту слой за слоем, получая 3D-модель. Это, скажем так, самая, наверное, древняя технология, потому что вообще фотополимерная печать как раз началась с лазерных машин. Началась она, правда, с промышленных. Вот. В чем преимущество этой технологии? В том, что, во-первых, это любая, ну, потенциальная, по крайней мере, любая площадь построения. То есть мы хотим 10 на 10 максимального госпостроения, легко. Хотим 100 на 100, тоже легко, и получаем, в принципе, достаточно хорошо масштабируемую площадь печати. Вот. То есть примером может стать, вот, на картиночке здесь Formlabs 3. Вот. Также у Formlabs, например, есть машина, ну, вернее, не есть, она разрабатывается, пока она, по-моему, недоступна. Это 3L, которая, там, раза в два, по-моему, она больше. То есть они масштабируют достаточно свободно. Вот. Значит, поскольку это лазерная технология, да, стоит лазер, у лазера достаточно четко выделена длина волны. То есть если скажем, что 405, это значит уже, ну, 405 с очень маленькими отклонениями. Вот. Поскольку мы используем лазеры и зеркала, у нас нет никаких фильтров, мы можем использовать любую длину волны. То есть 405, 385, 355, 365. Ну, в общем, какую хотим. Самое популярное, естественно, это 405, ну, в силу просто доступности, коммерческой доступности. Вот. Также вот есть третий пункт у меня указан. Это нет ограничения от, ну, расстояния от самого лазера до области построения. Вернусь к этому пункту после того, как расскажу про все технологии, для того, чтобы стало точно понятно, о чем идет речь. Вот. В целом, ну, отступая от логики повествования, это сказывается на том, какие материалы кюветы можно использовать. Тефлон или силикон. Вот. На всякий случай, если есть какие-то вопросы прямо вот именно по ходу, можете писать, я их осматриваю, поясню. Вот. Ну, и, соответственно, самый популярный представитель принтеров – это Formlabs. Вот. Вот. Какие еще достоинства здесь есть? Поскольку мы используем лазер, да, он не дает, условно говоря, пиксельности. Да, то есть если мы рисуем круг, у нас круг будет настоящим кругом, а не, ну, скажем так, из квадратиков, составленные из пикселей. Вот. Из недостатков, не знаю, таких сходу недостатков назвать не могу, да, за вычетом того, что система гальванометров, она очень чувствительная, и, ну, достаточно много с ней бывает проблем. Опять же, если неаккуратно обращаться с принтером, если, там, условно говоря, система доставки у нас будет не очень хорошая принтера, вот, есть возможность его сломать, поскольку технология, скажем так, хрупкая. Вот. По стоимости эти машины, они обычно около, там, плюс-минус 5000 долларов за принтер. Вот. Ну, я думаю, что у ребят можно будет точнее уточнить розничную стоимость на принтер, на форм-третий, например, да, на последний. Вот. К слову говоря, вот сегодня я пришел, мне дали модельку. Видно видео? Вот мое, нет? Вот. Мне дали модельку, попробую показать. Вот такую вот отпечатали. Вот. На третьем форм-лапсе из нашего материала. Ну, честно говоря, мне очень понравилось качество, приятно отличается от того же самого, например, второго форм-лапса, на мой взгляд. Вот. Значит, пойдем к следующей технологии. Ай-яй-яй. Вот. Пойдем к следующей технологии. Следующая технология – это DLP-принтеры. Вот. В чем их особенности? Их особенность в том, что они используют DMD-чип, и в отличие... DMD-чип – это, ну, представь себе обычный проектор. Да, он ничем не отличается. Вот. Отличие от SLA-технологии в том, что там не проходит лазер, он не заштриховывает площадь, а сразу же засвечивается целый слой, что позитивно сказывается на скорости печати, если мы берем большое заполнение. То есть, если мы печатаем не маленькую какую-то модельку, да, а заполняем полностью весь стол, тогда скорость печати потенциально у нас гораздо выше. Вот. Насколько медленнее DLP и медленнее вообще? Это очень сильно зависит от области печати, вот как раз про это сейчас рассказываю. То есть, если мы возьмем какую-нибудь маленькую коронку, то чисто теоретически у нас будет быстрее SLA-машина, потому что она заштрихует эту площадь быстрее, чем DLP. А если мы возьмем этих коронок не одно, а, скажем, там 10, 20 или возьмем какие-нибудь модели покрупнее, то там уже надо сравнивать. Вот. По скорости, в общем-то, полимеризации и времени на единичку, на одну напечатанную единичку. Вот. А здесь же аналогично SLA. Мы от проектора можем отодвигать от ванночки, от места построения модели настолько, насколько нам нужно. Вот. Опять же, если брать аналогию с обычным проектором, то чем дальше мы проектор отодвинули, тем больше у нас область построения, ну, тем больше размер пикселя. Если также технически мы не сильно ограничены в размерах области построения, но ограничены по факту только точностью, которую мы хотим добиться. Вот. Чаще всего DLP принтеры, они очень точные. Ну, к примеру, Асига, которая напечатана, у нее заявлена точность 60 микрон. Ну, и в целом, я думаю, что она достигает этой точности прям вот в заявленные цифры. Вот. Одну секунду, читаю вопрос. Да, смотрите, вот вопрос по поводу того, почему так получается, почему коронка сидит или не сидит при прочих равных настройках, я как раз оставлю на потом, поскольку это относится к процедуре и постобработки, и подготовки модели, вот, в том числе и настройки. Забегая чуть вперед, да, у нас есть такое понятие, как цементный зазор, и цементные зазоры, например, под SLA, под DLP и под LCD технологии, они будут несколько разные. Ее нужно будет подобрать. Почему говорю про точность DLP принтер? Потому что здесь цементный зазор может быть где-то порядка половины размера пикселя, то есть 35 микрон, например, при условии, что у Асиги где-то 62 микрона пиксель, это окей, то есть это уже рабочие моменты. А для, например, того же самого Frozen нужно ставить где-то 60-80 микрон зазор. Второй момент, который влияет на точность печати, это диапазон длин волн, который можно использовать. Опять же, на DLP принтерах, поскольку мы не используем никаких фильтров, мы можем использовать относительно любой диапазон волн, то есть 365 хотим, ставим, 385 хотим, поставим, 400 там какой-то, 420, 405, ну, любое, какое нам хочется, мы можем поставить. На что это влияет и зачем на этом акцентировать внимание? Глобально есть такая связка, что чем меньше длина волны, тем более точная печать идет. Вот, поэтому один из самых таких основных принтеров, который заслужил свое внимание в стоматологии, это вот Асига Max UV, вот, ну, за вычетом того, что у меня там куча каких-то датчиков, которые позволяют облегчить работу, он, ну, точный, действительно точный, использует длину волны 385 нанометров. Вот, то есть, условно говоря, если мы возьмем аналогичный принтер с 405, он будет чуть-чуть послабше в плане качества печати. Вот. В основном это проявляется по оси Z, связано это с физикой, поглощением излучения полимером, то есть глубина проникновения излучения при 405, при 405 нанометрах будет больше, нежели при 385, что дает нам, в общем-то, свободу в том, чтобы настроить этот принтер и настроить печать так, как мы хотим. Вот. Из популярных представителей глобально по миру это Asiga, NextDent и Karima. Вот. У нас представлены в основном, наверное, первые два, а даже, наверное, больше Asiga, чем оставшиеся вот эти вот ребята. Так. Ох, давайте дополнительные вопросы, которые вот не касаются непосредственно вот слайда или плюс-минус одного слайда, оставим на потом, чтобы, ну, в дополнительное время это отвечать, вот, и чтобы они еще не потерялись. Значит, здесь, в принципе, можно сказать, что он точный, хороший, но дорогой. То есть цена DLP-машин начинается, ну, где-то тысяч вот 10-12 долларов за принтер. Вот. То есть не могу сказать, что он, скажем так, для начинающих подойдет. С другой стороны, если бюджет позволяет, почему нет? Вот. И мы приходим как раз к самой сейчас популярной категории принтеров. Это LCD-принтеры. Ну, вот, популярны они стали потому, что стоимость этих принтеров начинается, не знаю, сегодня уже, наверное, где-то долларов от 200-250 за какие-то маленькие версии. Вот. И заканчивая, там, я не знаю, ну, несколько тысяч, наверное, 2-3 тысячи долларов за крупные большие экземпляры. Вот. Здесь на фотографии представлен Frozen Shuffle, ну, конкретно этот, 18-го года. Соответственно, принтер стоит, там, меньше тысячи долларов и показывает качество, очень хорошее качество для начальных принтеров. Я бы сказал, что это уже такой профессиональный принтер, который можно использовать в работе и, ну, скажем так, не игрушка. Вот. Бум этих принтеров произошел где-то года, мне кажется, полтора-два назад уже, когда вышла, там, версия OneHouse, первый LCD-принтер, который стал действительно массовым. Его стоимость была, там, около 500 долларов, но он был большей игрушкой. Вот. Мы в свое время очень много таких принтеров использовали в силу того, что стоимость и скорость разработки полимеров упала, что позволило нам, опять же, быстрее выводить продукты и тестировать, показывать, что все это работает. Вот. Значит, в чем... Ну, преимущество очевидно, да, то есть стоимость и качество печати остаются на уровне. Стоимость, там, если около 1000 долларов, это в 5 раз дешевле SLA-принтеров, в 10 раз дешевле DLP-принтеров. Ну, как бы здесь это преимущество очевидно. Вот. Но здесь есть недостатки. Значит, поскольку мы используем LCD-экран, то есть это по факту фильтр, который отфильтровывает какую-то часть спектра изгибателя. Соответственно, мы можем использовать длинный волн только от 400 нанометров, потому что все, что до этого, будет глощено экраном. Значит, основная сейчас самая популярная длина волны, которая используется на принтерах, это 405 нанометров. И есть еще отдельная категория принтеров, которые используют 420 нанометров, либо 465. Но они сейчас тоже потихоньку-потихоньку переходят на 405, потому что, как мы помним, чем меньше длина волны, тем более точно мы можем печатать. Вот. Значит, второй нюанс – это то, что очень критично расстояние от экрана до места, где печатается модель, то есть по факту до кивета. Здесь правильнее сказать, что чем это расстояние меньше, тем лучше. Соответственно, с чем это связано? Экран, как известно, состоит из пикселей. Вот. Пиксели – это… ну, каждый пиксель можно считать точным источником света, и он будет излучать, ну, вот так вот, скажем. Вот. Соответственно, чем дальше мы будем отодвигать ванночку от столика, да, то есть ставить защитное стекло, например, или, там, использовать более толстую феб-пленку, тем будет хуже печать, то есть будет модель более размазанная, и точность будет падать, падать и падать. Вот. Так, значит, вопрос по размеру пикселя, да, какая должна быть точность у принтера, чтобы можно было печатать хорошие работы. Вот. И давайте я начну с последнего вопроса, да, и какой из линейки Фрозенов самая оптимальная модель для стоматологии. Ну, мой взгляд, сугубо мой взгляд, это Фрозен Шафл 19-го года, если мы говорим об общем, да, применении. А если мы говорим больше о дентальных моделях, то, наверное, это будет все-таки XL, в силу того, что у него размер печати побольше, размер пикселя, правда, тоже побольше, но для моделей он будет, скажем так, все еще приемлем. Вот. Говоря о… возвращаясь к вопросу о размере пикселя, здесь нужно понимать, что размер пикселя, от технологии к технологии несет разную информацию. То есть, когда мы говорим, что у нас есть принтер, например, Фрозен Шафл, то же самое, да, у него размер пикселя 47 микрон. И говорим, вот у нас есть осигу, который размер пикселя 62 микрон. Это не значит, что осига печатает хуже. Это немножко разные параметры. То есть, на самом деле осиг будет печатать даже лучше, чем фрозен. Связано это, опять же, с тем, что расстояние между экраном и местом, где печатается модель, играет роль очень значимую. То есть, для того, чтобы экран жил чуточку дольше, да, чтобы его было не так просто разломать, или там любая капля смолы не убивала этот экран, ставится защитное стекло. Защитное стекло имеет какую-то толщину, то есть оно зависит, по-моему, от 200 микрон, где-то 500 или 600 микрон. Соответственно, вот это вот расстояние уже критично. Мы не забываем про то, что еще есть пленка, которая обычно около 100-126, по-моему, микрон, толщиной, стандартная пленка. Она еще добавляет, и, соответственно, вот эти вот 47 микрон, из-за того, что у нас светодиод, ну, не светодиод, а пиксель, получается, светит вот так вот, пиксели из экрана, это будет размазываться, и реальное разрешение печати будет ниже. Вот. Естественно, если мы будем приближать и, допустим, я не знаю, переберем принтер и положим экран прям непосредственно так, чтобы он касался пленки, кветы, и возьмем пленку там 50 микрон, у нас качество будет высоким. Но при этом нам нужно быть очень-очень-очень аккуратно с экраном, потому что он будет умирать, скажем так, от каждого неаккуратного движения. Вот. Есть умельцы, на самом деле, если сидеть изучать тему, кто перестраивает принтеры, вот, и печатает на LCD принтер точные модельки, вот. Ну, опять же, если мы говорим про стоматологию, да, у нас задачи нету сидеть и заниматься с принтером, есть задача делать работу, вот, соответственно, мы пользуемся стандартными какими-то решениями. Вот. Ну и плюс, учитывая там человеческий фактор, да, на мой взгляд, лучше оставлять защиту в силу того, что пока идет работа, есть всегда шанс там случайно опустить с моделькой или забыть про что-то, или, не дай бог, там какой-нибудь косяк при печати произойдет. Вот. Ну, лучше пускай у нас будет, все останется на защитном стекле с чуть меньшим качеством, чем мы разобьем экран, и у нас будет проставлен дальше принтер. Вот. Про самые популярные представители, ну, в России, наверное, номер один – это будет Frozen. Вот. Ребята действительно молодцы, постарались, сделали хорошую механику, выбрали маленькую толщину защитного стекла, вот, и по качеству они, ну, наверное, номер один будут. Вот. Следующие идут AnyCubic, причем… AnyCubic у меня почему-то с ошибкой написано. Вот. При этом модели не все, а у них есть Photon S, последняя модель, где они используют две направляющих, там точность будет чуть получше, вот, но все равно нам будут вступать в Frozen. С другой стороны, этот принтер стоит где-то вдвое, вернее, дешевле, чуть больше, чем в два раза дешевле, чем в Frozen. Вот. Есть еще также OneHow, тоже, наверное, из последних версий более-менее адекватные принтеры, но, скажем так, свою волну они, на мой взгляд, немножко упустили в силу того, что выпустили достаточно много несупрекачественных машин, вот, больше для тех, кто, скажем так, для тех, для кого печать – это хобби, а не работа. Вот. Теперь, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, почему важно расстояние от, соответственно, источника излучения до места, где печатается. Сейчас я попробую навести мышку. Мышку видно же, да? Вот. Смотрите, то есть у нас есть везде источник света. В каждом принтере это может быть либо лазер, либо светодиоды, либо газоразрядные трубки какие-то. Сейчас в основном это либо лазер, да, если мы говорим про SLA-технологии, либо светодиоды, если мы говорим про LCD и DLP принтеры. Вот. Поэтому, в принципе, мы тоже разделили полимеры, линейки полимеров, да, у нас есть по LCD и DLP технологии и отдельно по DSLR технологии. Вот. Теперь возвращаясь к расстоянию. Смотрите, если мы говорим про SLA, да, у нас источник засветки будет лазер, ну, и мы как бы по барабану в какую точку светить, влево, вправо, мы можем отодвинуть его назад, вперед, вот, и получить, в принципе, адекватную картинку тому, что нам нужно. То есть он точность не потеряет от того, что мы ее отодвинем. Вот. Это нам позволяет использовать два типа покрытия. И если кто-то видел формлапсы, да, вторые я имею в виду, у них есть два варианта кивет, да, это с силиконом и с тефлоновым покрытием, то есть рыжая и зеленая ванночка. В чем разница между вот этими двумя покрытиями? В том, что силиконовое покрытие, оно дает более мягкий отлип, то есть у нас меньше идет нагрузка на модель, и, в принципе, модель печатается лучше. Вот. Но при этом силикон скидается в процессе печати, и ванночка имеет очень ограниченный ресурс работы. Если мы говорим про тефлоновое покрытие, то тефлон, он более стойкий, то есть, ну, я не знаю, можно раз, наверное, в 10, может быть, в 20, там, при супераккуратном обращении неограниченное количество раз дольше использовать эту кювету, то есть мы сокращаем расходы на смену покрытия. Вот. Но при этом у нас идет более жесткий отлип, и модель печатается несколько хуже. Вот. Опять же, если здесь есть группа пользователей формлапса, я думаю, что при смене кювета вы это можете заметить даже в невооруженном взгляде. Вот. Соответственно, DLP-технология нам точно так же позволяет использовать либо силиконовое, либо тефлоновое покрытие. LCD-принтер этого не позволяет, и мы работаем только с тефлоном. В силу того, что нам нужно максимально сильно прижать место, где печатается модель, это вот получается ровно над синенькой пленочкой, да, к экрану. Экран, ну, темно-серая такая вот штука. Вот. И здесь еще кроется такой момент, вот мы говорим про светодиод, про источник засветки. Нужно сделать сторону, шаг в сторону от принтеров, в сторону вообще технологии изготовления светодиодов. И здесь кроется очень большая такая засада, как раз она очень сильно влияет на то, что там что-то не село, коронка, например, не села, или наоборот села, или то, что разные пользователи пользуются разными параметрами на одну и ту же смолу и на один и тот же принтер. Значит, проблема заключается в том, что УЭФ-светодиоды, они не одинаковые. То есть, если мы возьмем два случайных светодиода, которые будет написано, что они на 405 нанометров и 3 ватта, например, это значит, что они потребляют 3 ватта, ну, непонятно, насколько они излучают, да, на 3 ватта, на 2, на 1, там, на половинку. И второй момент, это значит, что 405 – это у них пик. А спектр, который будет уходить там в 400, там, 395 нанометров, или наоборот в там 410, 415, непонятно, как распределен. Вот. И, соответственно, мощность, она также распределяется по этим длинным волнам. Поэтому каждый принтер, когда мы берем, ставим и запускаем, первое, что я рекомендую, это взять, ну, опять же, там, например, рекомендуемые наши параметры, да, а наши рекомендуемые параметры – это обычно какие-то усредненные. То есть мы работаем там с одним, двумя, пятью, десятью принтерами, понимаем, где плюс-минус среднее значение, вот, даем это значение, и дальше оно используется как начальное для того, чтобы настроить принтер для точной печати. Вот. Значит, у нас, опять же, есть калибровочная модель. Я думаю, что под конец вебинара я дам ссылку прямо на нее, вот, для того, чтобы можно было подбить четко режим работы конкретно вашего принтера под полимер. Вот. Потому что, опять же, возвращаясь к светодиодам, все светодиоды разные, и получить там время плюс-минус, там, процентов 15, да, отзаявлено, это, ну, вполне нормально. То есть если у нас, скажем, 10 секунд на слой, 50 микрон, это значит, что принтер может печатать где-то, условно говоря, от 8,5 до 11,5. И то, что у вас он печатает медленнее или быстрее, это в целом нормально. Вот. Вот такие вот моменты. Соответственно, возвращаясь еще к посадке, да, это тоже зависит от пленки. Или силикон используем, потому что от силикона, как мы говорим, более мягкий отлип, соответственно, более аккуратно идет печаль. А от тефлона более жестко идет, более жесткий отлип и чуть менее ровно идет печаль. Естественно, речь идет о каких-то микронах. Кстати, возвращаясь, например, к формулу Апсу третьему, они используют только тефлон, но они придумали хитрую технологию, как взял Тетли более мягче, из-за чего там чуть более аккуратно получается печать. Так, вопрос про пленки. Нет, пленки мы не производим. У нас есть. Пленки есть у рекома, как подсказывают коллеги. Так, планирую печатать разборные модели и выжигаемые колпачки. Получается, что лучше приобрести два разных принтера для двух разных смол. Да нет, нет, у вас зависит все от потока. Если у вас один принтер справляется, вы можете взять не два принтера, а две ванночки просто, чтобы для удобства не менять материал и печатать. В целом проблем нет. Про модели в основном это по формовке, например, лайнеров, где требуется сделать 40 моделей, например, на одного пациента, где большой поток, там, естественно, чем больше площадь, тем лучше печатать. При этом и лайнеры не так чувствительны к размеру пикселя, назовем так, к качеству печати. То есть там плюс-минус на 50-100 микрон, это будет окей, в отличие от колпачков. Потому что если на колпачке будет плюс-минус 100 микрон, это будет уже не очень хорошая посадка. И, соответственно, не очень хороший колпачок в итоге выйдет. О, очень хороший вопрос. На сегодня температура материала влияет на качество печати. Она влияет. Влияет даже больше... Ну, температура влияет на реактивность материала и на его вязкость. Соответственно, чем выше температура, тем выше реактивность, тем ниже вязкость. И в обратную сторону. Соответственно, чем ниже температура, тем выше вязкость и ниже реактивность. Значит, с какими моментами я столкнулся, работая с разными принтерами на материалах, на фотополимерных материалах, это то, что если в лаборатории очень холодно, то есть проблемы с печатью, нужно увеличивать время засветки, либо подогревать смолу. У меня были моменты, когда в лаборатории было 18 градусов температура, и модельки просто не прилипали к столу. При том, что аналогичные настройки, тот же самый принтер, тот же самый материал работали при 22. Вплоть до таких моментов это возможно. Formlabs, например, так же как и Asiga, они подразумевают то, что ты можешь нагреть смолу. Formlabs в обязательном порядке нагревает смолу, а Asiga можно попросить не нагревать, можно попросить нагревать, для того, чтобы получать более стабильную печать. Какой полимер больше подойдет модели? Смотрите, Алексей, нижнее подчеркивание 1. Gips and powder – это гипсовый порошок, это не фотополимер, и, соответственно, в фотополимерном принципе при принтере он не будет работать. Под печать моделей я бы рекомендовал либо серый, либо черный модельный полимер, если он не контачит никак с пациентом. Если контачит, то использует Dental Pitch. Про модельные полимеры тогда чуть позже еще расскажу, почему я этим рекомендую. Потому что мы пробежимся по всем материалам, которые стоматологические наши. Про Formlabs 2 отдельный интро тогда давайте попозже оставим. Про материалы сейчас расскажу. Какой-то датчик специально для контроля температуры. Ну, опять же, в Formlabs и в Asiga, например, они встроенные стоят, они меряют температуру и контролируют ее. На Frozen или на Nikubi, на дешевых принтерах таких вещей нет, они не контролируют температуру. Опять же, есть момент такой, когда мы печатаем, делаем большие печати, в процессе печати полимер выделяет тепло и сам себя разогревает. То есть бывают такие моменты, когда мы с холодного, скажем, первый старт делаем за день, модель не отпечаталась, отвалилась, не прилипла к столику, например. Мы запускаем повторно, полимер уже тепло разогрет, и все окей, становится, он печатает. На тех же самых настройках тот же самый принтер, но по факту поменял настройки температуры с новой. Давайте перейдем, наверное, к материалам, да, какие стоматологические фотополимеры у нас существуют и для чего их использовать. Значит, про преимущества конкретно наших материалов. Это, ну, самое, наверное, важное преимущество, это то, что они без запаха, с ними можно спокойно работать даже в небольшой лаборатории. Вот, они не токсичны, условно говоря, можно работать даже без перчаток, и, естественно, их нельзя. Вот. Ну, опять же, мы рекомендуем работать в перчатках, в силу того, что руки, их всего две. Вот. Значит, постоянно дорабатываем материалы, отвлекаясь от повествования, презентации, да, сейчас дорабатываем dental sand материал для того, чтобы коронки ходили дольше и были более стабильные. Дорабатываем yellow clear материал для того, чтобы он был автоклавируемым. Разрабатываем новый материал. Вот сегодня я представлю dental RO материал, который рентгенно-контрастный, материал которого ни у кого нет. И, в общем, спасибо ребятам из рекома, которые участвовали в разработке и тестировании этих материалов. Вот. Соответственно, по ценам относительно европейских наших аналогов, ну, цена у нас двое-втрое, на некоторых материалов пятеро ниже. Вот. Соответственно, мы делаем материалы под разные технологии, под SLA, под DLP, под LCT. Все эти материалы работают. Итак, первый материал, который, ну, наверное, самый популярный, это dental pitch под печать моделей, разборных моделей. Вот. Биосовместимые. Все материалы, которые имеют свои приставки dental, они биосовместимые. То есть мы подбираем сырье, которое биосовместимое, и, соответственно, после правильной печати и обработки модели у вас безопасный продукт на руках. Так. Про SIG. Давайте вот эти вопросы вернемся в самом последнем, в конце презентации, да, в свободный разговор. Вот. Значит, дентальный вот этот материал, dental pitch, он жесткий, твердый, в общем-то, аккуратный, так уж точный. Вот. И можно печатать разборные модели. Возвращаясь к зазорам, да, нужно понимать, какой у нас принтер, да, то есть о SIGMAX UV, например, у него зазор может быть 0,35 микрон, и это будет окей. Для Frozen, и тем более, там, для не кубика, зазор там 80 микрон или 100 микрон, это вот их рабочий диапазон. То есть 0,35 – это уже недостижимое, скажем так, качество. Ну, вернее так, достижимое при некотором умении и понимании, как это работает, но в целом лучше работает в режиме, когда 0,35 не достигается. Вот. И ставит чуть больше зазор. Значит, dental pitch устойчив кратковременно, правда, устойчив к высоким температурам, то есть на него можно сажать пленки для лайнеров без каких бы то ни было проблем. Ну, вот можно сажать даже не одну, а там 2, 3, 5 пленок без проблем. То есть он не хручает и ничего не откалывается. Те же самые тачменты, например. Вот. Отлично полируется, отлично шлифуется. В общем, хороший материал для работы с моделями. Так. Игорь, нижняя подчеркивает, один короткий ответ – это базовые слои, скорее всего, у вас чуть-чуть не досвечены. Нужно увеличивать время. Значит, с модельным материалом особых вопросов нет. Печатается он, опять же, на всех принтерах. Сейчас вышла и для формлапса версия. Вот. То есть можно использовать и на SIGI, и на FROZEN, и на формлапсе без проблем. Значит, следующий материал по логике, опять же, повествования – это Dental Raw, наша новинка. Вот. Это рентгеноконтрастный материал. Используется он для того, чтобы делать рентгеноконтрастные шаблоны для дальнейшего сканирования в КТ и совмещения КТ и скана полости пациента. Вот. Уже, скажем так, по цифровому протоколу ускоряет время работы, упрощает эту работу. Вот. И если раньше рентгеноконтрастные шаблоны делались вручную, сейчас их можно печатать. Вот. У нас этот материал есть и готов к работе. Доступен он, правда, только для LCD и DLP принтеров. Вот. Почему основная часть материалов изначально у нас была доступна для LCD и DLP принтеров? Потому что в основном это открытые системы. Тот же самый FROZEN позволяет залить любой полимер и печатать там с любыми настройками, какими мы хотим. То есть с этой стороны это преимущество, что любой полимер на нем заработает. Но и недостаток, потому что нам придется подбирать эти настройки. Вот. А Formlabs, например, пошел по другой системе. Да, это, условно говоря, как iPhone. Мы можем выбрать только те режимы, которые там заложены, и использовать те материалы, которые там заложены. Наши материалы, условно говоря, совместимы с этими же решениями. Вот. По Dental Raw есть один нюанс еще. То есть поскольку этот материал наполненный, да, там есть специальный рентгеноконтрастный наполнитель, он со временем оседает, и его нужно перемешивать. Вот. В отличие, например, от Dental Pitch, который стабильный, его можно оставить в ванночке там на день, на два, на три, на неделю. И он как стоял, так и будет стоять. Значит, следующий материал, да, после того, как мы совместили КТ и Scan, идем дальше, нам нужно, соответственно, планировать операцию. Для этого мы используем шаблоны. Для печати шаблонов у нас есть на самом деле два полимера. Это Dental Yellow Clear и Dental Clear. Чаще всего, ну, скажем так, в основном мы рекомендуем использовать Dental Yellow Clear в силу того, что он более быстрый и более точный. Но у него есть один существенный недостаток, ну, для некоторых, опять же, клиентов. Это он желтоватый и, скажем так, не так супер элитно выглядит, как прозрачный. Например, вот этот вот. Вот. Значит, материал жесткий, прочный, точный, опять же, без запаха. Работает, как автомат Калашникова. Поставил, напечатал, посадил втулки, дозасветил, пошел работать. Вот. Дальше. Dental Clear. Чуть более капризный материал. Он светится несколько медленнее в принтерах. А, кстати, возвращаясь к Dental Yellow Clear, он не подходит под Formlabs. Под Formlabs сделано отдельно Dental Clear. Вот. Связано это, опять же, с технологией печати и с подбором реактивности под режимы. То есть Dental Clear работает в обычном Clear V4 режиме с Formlabs, без каких-либо проблем. То есть залили банку в открытом режиме и напечатали. Да. Вот. Соответственно, отличие это то, что он чуть более медленный, чуть-чуть менее точный. То есть, ну, речь идет, опять же, о десятках каких-то микрон. Вот. Он более капризен к расположению, к тому, как расположить модельку, чтобы все отверстия были, пропечатались хорошо. Вот. Ну, в общем случае, надо располагать так, чтобы все отверстия были вертикальными. Тогда максимально точно не будет. Так. Я сейчас потеряюсь их, если честно. Просто буду искать. А, окей, спасибо. То есть, ну, да, в общем случае, они вот как-то вот так вот располагаются. Вот. Горизонтально кладется, он быстрее печатается, и отверстие получается именно так, как можно. То есть здесь вот моделька распечатана, она более так, для красоты. Вот. Но в целом, как видно, втулки встает, проблем никаких нет. Есть вопрос с тем, что когда вставлять втулки в шаблон? Вот. Моя рекомендация – это вставлять втулки в шаблон после того, как модель промыта, но до того, как она дозасвечена. В силу того, что она еще обладает какой-то мягкостью и упругостью, и не настолько жесткая, как должна быть. То есть втулки мы можем посадить, потом, когда мы дозасветим, втулки обожмутся и будут сидеть как влитые. Ну, опять же, полимер без запаха, работать можно даже в маленькой лаборатории. Ну, это, в общем-то, общее преимущество всех наших полимеров. Ну, в завычном выжигаемом у него есть небольшой запах, но это уже связано с тем, что нам нужно получить хорошее качество отливок или прессовок. Dental sand – тоже материал, который один из бестселлеров. Материал для временных коронок. У нас сейчас есть три разновидности этого материала. Значит, по цвету A1, A2, через дефис они написаны, отдельно A3 и отдельно Bleach. Значит, A1, A2 и A3 доступны на Formlabs, доступны на LCD-DLP принтеры, а Bleach доступен только для LCD-DLP принтеров. Да, вот как раз тот момент, к которому я хотел прийти сейчас. Почему? Очень много вопросов у нас идет по цвету. Почему цвет не совпадает? Смотрите, dental sand – это наполненный уже полимер. Он требует взбалтываний при печати. Не при печати, а перед печатью. То есть мы взяли бутылку, взболтали и начали печатать. После печати полимер, особенно A1, A2, A3, они выходят такие с зеленцой. Это чаще всего. Связано это с тем, что система инициации отдает зеленый цвет. Как с этим бороться? С этим можно бороться одним способом. Это выжигает фотоинициатор, выжигается он в камере дезасветки. Поводы дезасветки я расскажу еще чуть позже. У меня есть отдельный слайд по этой теме. Но в целом, если вы видите то, что у вас зеленцой отдает коронка или мост, ее нужно дожигать дальше. Времянки дают усадку. Ну, смотрите, в любой полимер дает усадку после дезасветки. По дентальной материала, это небольшая усадка за вычетом каста. С кастом есть свои особенности работы. Поэтому в целом, вы его отпечатали, она садится чуть-чуть свободно. После дезасветки она будет сидеть как нужно. То есть чуть-чуть свободно. Это где-то, я думаю, в микронах, если измерять, около 20-30 микрон. Вот так вот. У них есть еще особенность. У всех материалов, опять же, со временем чуть-чуть доседать. Со временем это где-то дня 3-5 дней они еще дают какую-то просто усадку. Но она тоже не такая критичная. Не такая критичная, если... Ну, то есть не такая критичная, это где-то меньше 0,1, наверное, процентов усадки дается. Но при условии, что мы напечатали и просто обработали все это правильно. Если мы напечатали в режиме недосвета, соответственно, у нас усадка будет больше, поскольку в принтере она не прошла. Вот. Логики усадки приблизительно такая. После печати не один. Написано что-то вроде B3. Странно, почему получается B3. Возможно, речь идет о каких-то там старых партиях, когда не так сильно... Не так стабилен был цвет, то есть небольшие отклонения были. Сейчас новые партии идут достаточно точно в цвет, и они контролируются на производстве так, чтобы отклонение было меньше 2,5. Ну, дельта Е меньше 2,5. Вот. Значит. Так, да, по поводу дуги в крапинку, скорее всего, вопрос постобработки, досветки и полировки. Значит, если, опять же, все сделано правильно, у нас в крапинке ходит больше месяца, могут ходить больше месяца. Вот. Так, возвращаясь к процессу усадки. Значит, если мы печатаем правильно в режиме, у нас все подобрано как нужно, то после печати у нас моделька промывается и садится, сажается на модель, соответственно, из Dental Pitch, например, напечатано, да, или из гипса, гипсовано. Вот. И ставится в камеру дозасветки, все, у нас усадки, которые повлияют на посадку или на что-то другое, больше не будет. Если же мы не досвечиваем материал, то у нас коронка садится чуть более свободно, вот, и при дозасветке она даст сильно большую усадку. Большая проблема при, там, печати дуг, например, да, или при печати мостов, когда ее может изогнуть как-то или, не знаю, как это называется, свернуть, назовем так, да. То есть, опять же, это небольшие изменения, но когда мы сажаем на два крайних зуба, да, это будет заметно. Вот. Это говорит о том, что в процессе принтера это недосвечена модель. Вот. И вторая крайность – это пересвеченная модель. Из-за пересвета у нас набегает лишний материал на коронке, да, и мы пытаемся посадить модельку, в которой вроде все с ней хорошо, да, но из-за того, что у нас пересвет, лишний материал появился и внутри, и снаружи, она не садится. Соответственно, здесь нужно уменьшать время. Вот. И основная задача для принтера, да, это подобрать то самое время, когда мы досветили достаточно, но не пересветили. Время по рекомендации, вернее, по времени засветки, интенсивности засветки сегодня, здесь, сейчас, вот, буквально там через полчаса у нас отдельная часть презентации посвящена постобработке, потому что там не только до засветка влияет. Вот. Вот. Соответственно, дентал сент, опять же, он без запаха, все с ним отлично, вот. Местами сложный материал в плане попадания в цвет, да, опять же, возвращаясь к вопросу о зеленце, вот. Но в целом, если соблюдать условия по дезасветке, все будет окей, и материал будет того цвета, который нужен. Вот. Еще один такой момент, когда мы говорим о том, что у нас есть один материал, который А1, А2 через дефис, да, это значит, что при дезасветке, вот, условно говоря, минимальной, да, когда мы убрали фотоинициатор, этот полимер близок к цвету А1. Если мы будем светить его дольше, приблизительно где-то вдвое дольше, цвет поменяется на А2. А3, например, такая штука не работает в силу того, что он уже темный, вот, относительно того, что мы получаем, и изменение цвета такого не достигается. Так, вот, соответственно, это же, опять же, вопрос про то, почему дремянки ходят меньше недели, вопрос постобработки почти на 100%. То есть либо печать была недопечатана, либо постобработка, там посвятили 2-3 минуты, да, материал высох, не поставили. Вот, постобработка очень важна, потому что материал, вот, DentalSend, например, набирает свои физико-механические свойства, он становится где-то в 2,5-3 раза прочнее относительно того, что вышло из принтера. Ну, то есть разница приблизительно такая. То есть если мы не досветили, у нас физмех не набирается. Вот, соответственно, они легко ломаются и быстро трещают во рту. Так, да, смотрите, по поводу РУ. Сейчас РУ получается, ориентировочно это будет май-июнь, нам уже отдадут РУ-сертификат. И на материалы мы делали тесты по ISO 10991, по первому классу для всех материалов, и по DentalSend у нас класс 2 мы делали тестирование. Соответственно, результаты тестов этих у нас на руках. Если будет нужно, можем поделиться без проблем. Там сказано то, что все с материалами окей, поэтому мы, в общем-то, более-менее спокойны за процесс сертификации, за процесс получения РУ. Также наши материалы, эти тест-репорты 10993, например, они принимаются в Египте, например. То есть у нас есть партнеры в Египте, кто у нас на этих сертификатах работает и без каких-либо проблем. Значит, следующий материал, к которому стоит обратиться, да, это Dental Pink. Используется для печати моделей базиса. Вот, ну, соответственно, Dental Pink – это то, что здесь розовое, да, зубы напечатаны из Dental Sender. Кстати, вот тоже отдельное спасибо за модельку ребятам из Recom. Вот. Ну, а здесь, да, это, наверное, не совсем та, но, в общем, вот, наверное, она. Вот. А, значит, в чем, для чего используется этот полимер? То есть для базисов, которые будут носиться долго и постоянно, он не подходит. Он подходит больше для прототипирования. Вот. В целом мы рекомендуем носку до месяца. Вот. Наши американские партнеры используют его для того, чтобы дать пациенту уже прототип протеза, чтобы он с ним походил день, два, три, там, неделю, дал свой отзыв на тему того, что хорошо, нехорошо, там, нужна перебазировка, не нужна. И если все окей, то изготавливается уже постоянный протез, и он с ним ходит. Вот. Так. Опять же, материал устойчив к деформациям, без запаха, жесткий, то есть он близок по ММА, по физико-механическим свойствам. Про него много тоже рассказывать, я думаю, что нечего. Нечего. Вот. Значит, последний материал, про который я сегодня хочу рассказать, это Dental Cast. Вот. Самый, наверное, сложный, самый капризный материал в работе для того, чтобы добиться хороших результатов. Вот. В целом он предназначен для печати выжигаемых моделей, да, для последующего литья металлов или прессования керамики. Вот. Почему он самый такой сложный в обращении? Потому что это единственный такой мягкий материал. Вот. Мягким он сделан специально для того, чтобы лучше выжигался и давал лучшее качество поверхности. Вот. Для того, чтобы он работал в шоковых циклах. Но при этом вот эта мягкость, она дает сложности в настройке принтеров. Потому что есть такое понятие, как скорость опускания, скорость поднимания стола. И для мягких материалов это критичный параметр, потому что они не такие прочные, вот. И можно достаточно легко, например, оторвать модель с поддержкой. И самый частый вопрос в том, что вот у меня напечатались поддержки, они висят, а сама модель осталась внизу. Вот. И 90, ну, наверное, в 85% случаев, да, это большая скорость подъема и опускания стола. И, соответственно, модельку просто срывает, когда площадь соприкосновения с тефлоном становится большой. Ну, вот опять же, вот, возвращаясь к тому, почему там силикон лучше тефлона, в том, что силикона гораздо мягче отрывается. Вот. Ну, поскольку популярны сейчас LCD-принтеры, да, они используют только тефлон, и, ну, есть такая проблема. Но если мы опускаем скорость где-то до 50 мм в минуту, то никаких проблем нет, он печатается вполне хорошо. Отлично печатанную модель. Ну, вот. Так, лучше сразу ставить шок. То есть человек, с которым мы работали по литью, он говорит, что ставьте в 900 градусов на 50 минут, и никаких проблем не будет. Вот. В общем-то, отливки получаются хорошие. Здесь я показал единички, да, как отлились. Вот. У нас есть наш тест стандартный пролитый, вот, где пролились в том числе и поддержки толщиной, по-моему, в 500 микрон. Ну, в 500, по-моему, микрон. То есть, ну, достаточно четко отлился. Ну, и плюс есть прессовки, да, керамические, которые также очень чувствительны к золе, вот, и они выходят хорошо, поэтому можно сказать, что золы не остается. Вот. В целом, я согласен, наверное, можно лить и модельные полимеры, вот. Но есть специальный полимер, который лучше выбирает, вот, который лучше ведет себя, лучше чувствует в процессе отливки. Вот. Опять же, это связано с жесткостью. То есть, если мы берем модельный полимер, модельный полимер начнет трескаться, деформироваться в процессе отжига, вот. Мягкий полимер, он будет более податливый и, соответственно, пока с большей вероятностью выдержит. Опять же, если мы говорим, наверное, про единички, проблем сильных не должно быть, поскольку они такие большие, они, а если мы говорим про какие-то большие работы, то, ну, это однозначно должен быть на тукаст. Из интересных историй у нас был в моменте разработки, это уже было несколько лет назад, один из людей, кто жег наши самые первые смолы, которые были сделаны на эпоксиде, очень жесткие, очень мощные, вот. И он ставил на, по-моему, чуть ли не на 1100 градусов, на 24 часа и получал отливки. Вот. Но, как бы, так же для нас это не суперприемлемо, но нужно, чтобы было быстро и качественно. Вот. По поводу логики, про постсоветку мы сейчас к ней придем. Вот. Сейчас это вот прямо сейчас, потому что мы дошли до крайнего блока, который посвящается непосредственно постобработке. То есть понятно, что печать – это не весь процесс, да, то есть у нас по факту есть три этапа, да, это подготовка моделей к печати, начиная там от сканирования, моделирования, слайсинга и так далее. Вот. Сам процесс печати. И третья, не менее важная часть – это постобработка отпечатанных моделей. Соответственно, в каждой из частей есть свои нюансы. Вот. И сейчас мы говорим про постобработку. Значит, первое, что нужно сделать после того, как модель отпечаталась, ну, это снять ее с принтера, естественно, вот, и промыть в спирте. Значит, наша стандартная рекомендация – это ультразвуковая ванна. То, что на картинке, это для примера, вот, ультразвуковых ванн много. Из рекомендации не брать очень мощные лампы для того, чтобы… Ой, очень мощные промывки, вот, для того, чтобы ультразвук не повредил саму модельку. Вот. И из удобных вещей – это вот такая вот сеточка, вот такая вот сеточка, вот, которая позволяет убирать или добавлять модельки. Значит, если есть возможность, берите две ультразвуковых ванны и не заморачивайтесь. Если нет такой возможности, то выход такой. То есть берется ультразвуковая ванна, наполняется водой, и в ультразвуковую ванну ставится банка со спиртом, куда кладется уже модель. Вот. Значит, да, смотрите, момент. Сколько мыть? Значит, если мы говорим про ультразвуковую ванну, стандартная рекомендация – это два раза по три минуты. Что значит два раза? Значит, первая промывка проводится в грязном спирте, тот, который, ну, условно говоря, назовем его технический, да, для того, чтобы мы не меняли спирт каждый раз после промывки, потому что нам нужна модель после промывки чистая. Вот. Значит, в грязном спирте мы промыли, смыли основные остатки спирта, полимера с модели, вот, вытащили, и положили в чистый спирт, где также промыли три минуты. После этого у нас получается чистая модель. Что делать, если мы мыем дольше? Значит, вопрос на сколько? Потому что если мы, например, не пользуемся ультразвуком, да, рекомендация не два раза по три минуты, а где-то два раза по минут пять-десять в зависимости от модели. Вот. И в зависимости от материала. То есть, например, выжигаемый материал, он более капризный в этом плане, его лучше мыть максимально маленькое количество времени, да, то есть то же самое ультразвукового ванни в идеале там одна-две минуты. Вот. Если мы будем мыть сильно дольше, ну, ультразвукового ванни это не нужно, а если это, например, обычная емкость, и мы оставим модельку, например, на... Ну, пускай будет час, да, модель будет потихоньку набирать спирт, в силу того, что, ну, поскольку полимер отмывается спиртом, логично предположить, что моделька будет набирать этот спирт. Вот. И моделька будет, соответственно, в себя этот спирт набирать. Ну, логично предположить, что она будет портиться. Ну, по крайней мере, геометрия будет по чуть-чуть уплывать. Вот. Если ее после этого вытащить и оставить посушиться, то все должно вернуться обратно. Ну а здесь есть, опять же, нюансы с тем, что модель может начать трещать. Связано это, опять же, с тем, что она набирает в себя спирт, она нарастает внутренние напряжения, идут трещины, ну и после трещины, естественно, модель будет непригодной. Нет, не обязательно в ультразвуковой ванне, можно мыть в обычном, я не знаю, в банке назовем это так. Вот, белый налет появляется из-за того, что вы достали из ультразвуковой ванны, ну или из спирта модельку, иначе бросили ее сразу в сушку. Вот, если модель просушить, например, с сжатым воздухом, да, или дать ей постоять, чтобы спирт весь влетел, белых пятен не будет, белого налета тоже не будет. Вот, возвращаясь, опять же, к промывке, если мы берем банку, да, и кладем модель в банку, то где-то 5-10 минут. Вот, можно же, ну, можно удерживать дольше, в нашей модели удерживаться больше, то есть если вы случайно там забыли, да, и продержали вместо 10 минут, там, 15, не критично, не страшно. Вот, если вы забыли и продержали там вместо 10 минут в сутки, ну, скорее всего, придется перепечатывать. Вот. Так. Не очень понял последнего вопроса, потому что, вот, если мы возвращаемся к постпроцессу, да, то есть вот мы промыли модельку, мы его просушили, спирт изопропиловый или этиловый, ну, в России это больше изопропиловый, в силу того, что мы его проще достать. Вот. А, ну, не лицензируется у нас, не под акцизный товар. Вот. После промывки мы... Ну, да, никаких проблем, как раз вот вторая засветка, это и будет та засветка, про которую идет речь. А последняя засветка, она уже не так сильно будет влиять на модель. Вот. Значит, промыли, вытащили из спирта, просушили модельку. Значит, какие варианты? Мы можем взять сжатый воздух, на мой взгляд, это самый лучший процесс, да, убирания спирта, потому что мы можем сдуть все остатки спирта с полимером, вот, и получить максимально чистую поверхность. Вот. Если у нас сжатого воздуха по каким-то причинам нет, то мы можем ее поставить просто посохнуть. Вот. Вот. Второй шаг – это подогрев модели. Вот. Модельки нужно разогреть, по нашей рекомендации, опять же, да, в градусах до 50-60, вот, ну, дартная рекомендация – это 60 градусов на 15 минут, чтобы он, чтобы моделька вся целиком прогрелась. Для чего это нужно? Значит, в модели при печати, при дозасветке образуются внутренние напряжения, при промывке даже, вот, и разогрев эти напряжения как бы уменьшает, то есть чуть меньше становятся этих напряжений, и, соответственно, модель становится чуть более прочной, чуть менее подверженной растрескиванию, например, со временем. Вот. После того, как мы модельку разогрели, мы кладем ее в камеру дозасветки, вот, естественно, теплой. Вот. Есть комбинированная лампа, где идет одновременно и дозасветка, и нагрев, вот, такая общая рекомендация – лучше взять уже теплую модельку и положить в эту лампу, пускай она светится и греется одновременно. Это лучше, чем, ну, скажем так, просто дозасветка. Но просто дозасветка тоже допускается, никаких проблем нет. Вот. Значит, какая наша задача при дозасветке? Значит, здесь я не стал менять картинку, она, скажем так, симпатичная, да, по дозасветке. Но из последних вот наших исследований выходит, что чем мощнее лампа, тем лучше. Чаще всего ногтевые лампы, которые используются, ну, которые стоят копейки и в основном используются, они слабенькие, то есть это обычно до 40 ватт, и в них нужно светить очень долго модель, чтобы она набрала свой физмер. То есть, возвращаясь к рекомендации по Dental Sand материалам, да, это где-то час засветки в 250-ваттной лампе. Вот. Здесь, если мы говорим 40-ваттная лампа, то, ну, в основном говоря, в 6 раз нам нужно дольше светить, то есть это не час, а 6 часов. Вот. Но поскольку мы свое время ценим, то есть смысл потратиться и взять лампу до засветки. Вот. Смотрите, ProChass – это для Dental Sand материалов и Dental Pink, да, для тех материалов, которые будут во рту долгое время. Значит, для лампа ванхаусская, дешевая, мощная, как бы, но в целом хорошая. Вот. Есть еще стандартные какие-то лампы для, я так понимаю, акриловых пластиков, которыми пользуются зуботехники. По ним, честно говоря, не могу сказать, потому что чаще всего они используют безразрядные лампы, и там надо смотреть. Модель, к сожалению, порекомендовать не могу. Вот. Значит, по поводу других материалов, не Dental Sand и Dental Pink. Дезосветка может отличаться, действительно. То есть, например, для шаблонов, для рентгеноконтрастных шаблонов или для выжигайки мы можем светить меньше. Вот. Насколько меньше, очень сильно зависит, опять же, от лампы. Вот. Мы ставим где-то минут на 10, липкий слой уходит. То есть у нас получается твердая пластиковая поверхность, да, которая уже безопасна для пациента. И, соответственно, после этого уже можно использовать. Так, так, так. Ну, опять же, сколько можно светить хирургические шаблоны? Минут 10 приблизительно. 250-ваттная лампа. Основная... Да, ванха в бокс. Значит, основная задача – это убрать липкий слой и получить твердую жесткую поверхность для того, чтобы тот жидкий, условно говоря, фотополимер, который мог остаться, он ушел и полностью перешел в пластик. Вот. На хирургических шаблонах у нас нет задачи получать супер-мега-крутую физико-механику. Вот. Наша задача – просто получить твердый жесткий шаблон. Поэтому дозасветка может быть неполной. Ну, не полная, а там не час длится, например. А для временок мы должны получить полностью запланированный, скажем так, физмех, да, который подточен под ношение. Поэтому, да, чем дольше, тем лучше. Вот. Но в целом, как бы часа обычно уже хватает на то, чтобы они ходили. Вот. По поводу дозасветки, смотрите. Да, какая должна быть длина OVF ламп. Сейчас мы используем 405 нанометров. Здесь, опять же, смотрите, вот возвращаясь к светодиодам, которые используют принтеры, да, или там, к той длине волны, который использует принтер. В принтере важнее, важна точность, и, соответственно, нам нужно уменьшать глубину проникновения в фотополимер. А в дозасветке у нас, наоборот, нужно, чтобы фотополимер максимально схватился, максимально в глубине, соответственно, здесь лучше использовать с большей длиной волны OVF лампу. Вот. Сейчас, к сожалению, у нас экспериментальных данных нет, конкретно наших, сделанных, проверенных. Да, и мы используем пока 405 нанометров лампу дозасветки. Но, в целом, есть отзывы о том, что если использовать где-то 460-450 нанометров, то просвечивается лучше, и физмех набирается лучше. Вот. Но, опять же, пока это на уровне вот таких вот домашних экспериментов, и наши данные это не подтверждают, не подтверждают, потому что пока еще не было эксперимента у нас. Он стоит запланированный, вот. Ждем пока нам собернут установку, где мы сможем это проверить. Так. Ее нужно засвечивать. Смотрите, по поводу того, как засвечивать. Да, всегда лучше на модельке засвечивать, в силу того, что... Ну, с единичкой это не так критично, с мостами это более критично. Значит, всегда стоит засвечивать на модели в силу того, что невозможно добиться равномерной засветки, так, чтобы она равномерно вся взяла и села. Вот. Ее всегда будет, условно говоря, с одной стороны светить больше, с другой меньше. Вот. И если мы говорим про коронки, их, в принципе, хватает того, чтобы пробило все с одной стороны. И если есть какое-то дополнительное ребро жесткости, да, из-за того, что у нас еще модельки теплые, она просветится насквозь, и напряжения не будет таких, чтобы она потрясала. Но при этом посадка сохранится на 100% такой, какой мы запланировали. Возможно ли пересветить материал в печке? Смотрите. Ну, в целом ответ нет, но есть нюансы. Например, если мы говорим про Dental Clear материал, и мы хотим получить именно прозрачный шаблон, да, то нам лучше светить где-то около 10 минут. Если мы будем светить дольше, материал начнет там желтеть. Вот. И мы получим, соответственно, пожелтевший прозрачный шаблон. Вот. Учитывая, что в основном прозрачный материал берут для того, чтобы печатать прозрачные шаблоны, то, ну, это можно назвать пересветом. Хотя с точки зрения физико-механики и их свойств материала ничего страшного не произойдет. Вот. Максимального времени засветки, соответственно, не существует. Вот. О засветке Dental Cast. Здесь, так сказать, единой рекомендации нет. Есть возможность засветить этот материал немного, то есть в пределах нескольких минут, до того, чтобы получить твердую поверхность, жесткую и мягкую поверхность. И после этого его можно спокойно упаковать, да, и лить. У Dental Cast есть еще один такой момент. В силу того, что это мягкий материал, он немножко нестабилен во времени. То есть, условно говоря, отпечатать и оставить, ну, особенно какие-нибудь тонкие конструкции, типа бюгельных протезов, там, отпечатать и оставить на неделю, не очень хорошая идея, потому что, скорее всего, его поведет как раз из-за постусадки. Поэтому наша рекомендация – это после того, как материал отпечатали, промыли, дезасветили, упаковать там в течение четырех часов, условно говоря, сразу же. Вот, лить не обязательно сразу же, но лучше сразу, для того, чтобы зафиксировать размеры, габариты, геометрию и так далее. Вот, по засветке каста, да, также лучше засвечивать на модели его, для того, чтобы его не повело. Но, опять же, если засветить каст, там, условно говоря, одну-две-три минуты, или каста, засветить там один-два-три часа, разницы между тем, как он отжигается, не будет. Сильно вы не заметите разницы. Вот, поэтому тоже пересветить его нельзя. Сколько времени, в общем, займет печать с ушка одной челюсти, к примеру, на принтере Frozen 4K? Очень зависит от высоты. Опять же, все принтеры, да, работают, печатая послойно. Соответственно, зависит от количества слоев, время. Вот, стандартная модель, опять же, зависит от принтера. Например, на SIGI можно печатать, там, на SIGI, на SONICI, да, можно печатать где-то в пределах двух секунд на слой, 50 микрон. На, например, Frozen Shuffle, да, там будет около, ну, 7-10 секунд на слой. То есть, там, в три раза время засветки отличается. Но время печати отличается не в три раза в силу того, что нужны технические действия, когда модель отрывается от тефлона, да, и обратно возвращается на место. Вот. Вот, время, я думаю, что около, там, трех часов на модель занимает, ну, от, не знаю, от полутора, наверное, до пяти, ну, так вот мы назовем, до четырех, наверное. Вот, в зависимости от высоты, от расположения, да, то есть, естественно, если мы возьмем модельку и поставим ее, где у нас модельки, шаблон, правда. Вот, если мы поставим его так, да, и вертикально, соответственно, высота у нас будет большая, и время печати будет большим. Если мы положим ее плашмя, как у нас было вот здесь, да, соответственно, ну, разница высоты очевидна, и разница в скорости печати тоже очевидна. Все модельки печатаются, ну, в общем-то, на мой взгляд, рациональных печатать плашмя, вот, за вычетом того момента, когда нам нужно одновременно много напечатать, да, тогда нам, чтобы постоянно не снимать спринт, они ставятся вертикально, ну, или там, под небольшим углом, и, соответственно, печатаются. А какие нюансы, да, для печати модели? Ну, во-первых, есть маленький чип-код, но я думаю, с ним знакомы, это печать полых моделей, вот, но для того, чтобы модели были по качеству все отличные, хорошие, без всяких проблем, нужно делать дырки в основании модели, да, для того, чтобы проходил воздух и полимер, и не было такого эффекта, скажем так, поршня, да, когда он влияет на модель, когда она пытается распиреть или, наоборот, спиреть, нелагко правильно сказать. Вот, это по печати, по времени печати, да, ну, допустим, возьмем два с половиной часа, потом промывка, съем модельки со столика и промывка занимает минут, ну, я не знаю, пускай будет десять, а сушка, если мы используем сжатый воздух, это еще где-то около минуты, и дозасветка, дозасветка, в принципе, модели ее можно посветить, но я думаю, тоже минут 20 будет вполне достаточно, вот, как-то так, то есть, основное время будет занимать именно сама печать. Так, погнали дальше по вопросам. Значит, Cast Cherry рвет о поке, проблема в поковке, меняет цвет в розово-фиолетовый. Так, все модели маленькие, одиночные прилипают к ванночке, в чем проблема? Так, смотрите, значит, Cast Cherry рвет о поке, возможно, проблема в поковке, честно говоря, здесь я не готов сказать на 100%, вот, могу сказать то, что даже по отзывам человека, который нам помогал с литьем, он говорит, что максимальная опаковка, это где-то 8 грамм пластика, вот, больше не стоит, потому что может спокойно рвать о поке. Вот, хотя у меня есть и клиенты, кто отливал по 12 грамм и говорил, что у него все хорошо. Вот, скорее всего, да, вопрос именно о поке, даже, наверное, не в смеси, да, а в том, как она выдерживается потом. Опять же, насколько я знаю, здесь, к сожалению, я могу сказать, что мега-крутой профессионал, и могу так на вскидку ответить. Вот, значит, про розово-фиолетовый цвет Dental Sand было бы очень интересно увидеть фотографию, как это все выглядит, потому что, честно говоря, ни разу не сталкивался с розово-фиолетовыми оттенками. Возможно, это спирт, да, опять же, там, Dental Cast, он имеет вишневый краситель в своей основе, и этот вишневый краситель достаточно уедливый. Да, если туда попадет, например, если мы возьмем белую модельку, по-моему, в спирте, который уже вишневого цвета, этот краситель перейдет частично на модельку. Вот, вообще, Dental Sand при дозасветке уходит в красно-бордовые оттенки, вот, ну, это по факту цвета А, что позволяет нам использовать один и тот же материал для, там, цветов А1 и А2. Вот, мы, как бы, пользуемся этой особенностью. Вот, значит, все модели, маленькие одиночные модели прилипают к ванночке. Вопрос по какому материалу? Это вопрос к Игорю 1. Ну, дальше надо смотреть на фотографии, потому что они могут по-разному отрываться, то есть, если у вас она отрывается со столика вместе с базовыми слоями, это вопрос к базовым слоям. Если у вас просто базовые слои поддержки, но отвалилась модель, скорее всего, это вопрос к скорости или ко времени засветки. Чаще всего это именно недосвечено, то есть, нужно поднимать время засветки. Вот, так. Да, если можете прислать фото, давайте, будет интересно посмотреть и, соответственно, смогу сориентировать, в чем проблема. Так, насчет дырок повторить. В основании модельки делаются две дырочки для того, чтобы была возможность... Они делаются сбоку, не снизу, а сбоку, для того, чтобы возможность была перетекания полимера и воздуха в ходу-выхода. Размер дырочек на самом деле не критичен. Я ставлю по дефолту где-то 500 микрон. На некоторых моделях, которые, например, я делаю полами, но это больше уже не к стоматологии относится, а большая полноразмерная моделька, делается полой. Там делаются дырки технические и плюс вот эти вот дырки для вентиляции, назовем их так. А я их делаю где-то около полутора миллиметров. Но это уже сделано для того, чтобы можно было спокойно спирт заливать и выливать, промыть модельку внутри. Вот, для дентальных моделей это не критично. Так. Так, 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 сейчас давайте я по очереди буду стараться провести все. Значит, Вадим вопрос задал. Как засветить бигель на модели? Точно так же бигель сажается на модельку. Если есть возможность его чем-то придержать, да, там, условно говоря, какое-нибудь, я не знаю, пускай будет стекло или что-то вроде такого, да, что-то, что позволит ему держаться, либо он хорошо сел сам на модельке. Поставили в печку, поскольку бигель он тонкий, его пробьет с любым цветом полимера, без проблем, в общем-то, он засветится спокойно. При упаковке самое главное, чтобы не было липкого слоя, чтобы форма массов стала на границе с полимером. Вот. Основная рекомендация. Соответственно, по Дентал Касту это досветили, липкого слоя нет, можем паковать. Досветили одну минуту, пять, десять, час, зависит от вас. Ну, в целом, разница особо не будет. Так, по поводу дырек рассказал. Значит, часто встречаю китайский принтер Photon. Если честно, я бы рекомендовал брать сразу Frozen в силу механики. Не буду вдаваться в супер-такие технические детали, но одна вещь, которая говорит в сторону Frozen, это Frozen использует место направляющих рельса. Они дают гораздо меньше сдвиг, скажем так, относительно слой. То есть у нас, когда от платформы, от баночки отрывается слой, у нас очень большие нагрузки на модель. Вот. И если у нас используется направляющая, у нас столик может отрываться вот так, например. Вот так вот он отрывается и ходит в сторону чуть-чуть. Да, у Frozen вот это вот движение в сторону, оно минимизировано. То есть он более там одномерно вверх и вниз ходит. У Anycubic, соответственно, направляющие, которые гуляют. Вот. Первый Photon, например, у него вообще одна направляющая, там достаточно плохо с этим было. Вот. У Photon S, ну, две направляющие. Вот. Ну, в целом, как бы рекомендация такая, не сэкономить, а, кстати, сразу там нормальная рабочая пара. То есть Photon это больше такой, то есть я его возьму, поиграюсь и потом буду брать там Frozen, например. Вот. Так. Как лучше засвечивать Dental Cast? Наверное, лучше с поддержками, в силу того, что они дадут дополнительную жесткость. Вот. Есть еще один момент по уставлению поддержек, да, от этого зависит лучше с поддержками или без. То есть я адепт, скажем так, ручной расстановки поддержек для того, чтобы минимизировать их количество. То есть я их ставлю только туда, не должен быть. Если вы расставляете их автоматом, да, и у вас ставится большой лес поддержек, то, конечно, лучше на поддержках, поскольку это дополнительная ребра жесткости, и они будут удерживать модельку. А еще есть такой нюанс, как вот дополнительные ребра жесткости. То есть когда вы моделируете, например, тот же самый бигельный протез, да, у нас, условно говоря, вот такую вот форму имеет, лучше не ставить перемычку, да, которая будет дополнительно служить ребром жесткости и будет помогать держать геометрию. Так, все материалы прилипают. Игорь, вопрос, как они прилипают. Соответственно, отрываются целиком или отрываются с поддержек, или вот эту вот нюанс нужно понять. С Hardl High, да, знакомая, так было знаком, давно я видел эту машину. Вот, в целом, это, насколько я помню, ДЛП, который использует ртутную лампу, а не светодиоды. Но сейчас, честно говоря, не буду про них много говорить. Сила того, что, честно говоря, не знаю, к чему они пришли сейчас. Не очень популярный принтер в стоматологии, я, честно говоря, его не видел ни разу. Так, значит, Dental Sand, Dental Pitch, Dental Cast. Можно ли хранить в ванночках? Смотрите, значит, Dental Cast, Dental Pitch можно хранить спокойно, Dental Sand можно хранить, если у вас есть какой-нибудь тефлоновый, например, шпатель, да, потому что перед печать его нужно будет перемешать. То есть нужно будет поставить ванночку на какую-то ровную поверхность. В идеале, если это ровный стол, да, ставите на бумажку, чтобы тефлоновый не пачкать. И шпателем аккуратно с тефлоном, получается, начинаете перемешивать материал. Тогда никаких проблем нет, вы его перемешали, добавили новый, оставили, пускай работает. Так что хуже сам материал не будет, если вы храните это все правильно. Что я имею в виду под правильный, это не кладете это на подоконник под солнце, потому что иначе полимер встанет, а кладете это в темную, там, не знаю, в тумбочку, пускай будет. В целом он может стоять достаточно долго. Ну, достаточно долго это, наверное, аналогично с тем, что он простоит в банке. Так, Алексей, нижнее подчеркивание 1. Значит, Frozen Shuffle XL, Shuffle 4K или Sonic, какой лучше взять? Зависит от задач. Смотрите, у Frozen Sonic больше размер пикселя, но он печатает быстро. Честно говоря, пока не могу сказать, что нам удалось его победить в плане стабильности. Я знаю, что в рекоме стоит Sonic, и ребята довольны, правильно я понимаю? Да, да, но все равно больше работы я печатаю на 2K. Вот, да, но видите, ребята тоже как бы Sonic пользуются, но больше работы печатают на 2K, то есть на обычном Shuffle 2019. 4K нужен, если вы гонитесь за точностью. Прям вот точность именно как... Не знаю, как это правильно описать. Но, в общем, точность у них плюс-минус сопоставимая, но более точно будет 4K. Вот так вот отвечу на этот вопрос. Вот, да, я сам много не пользуюсь. Ребята говорят, что он не очень стабильный. Сейчас вы не как его вообще изъяли из производства. А, вот так, да. Потому что очень много проблем. Да, говорят, что изъяли из производства, похоже, с вами Shuffle 4K, в силу каких-то проблем. В целом я бы тоже его не сильно рекомендовал, потому что, помимо всего прочего, размер пикселя влияет на время печати. То есть пиксель меньше, время печати больше. Вот, Shuffle XL, я с ним сталкивался. Хороший принтак с большим, опять же, пикселем. Вот, с большой площадью построения. Вот, в целом это, скажем так, средний вариант между обычным Shuffle, да, и какой-то большой машиной. То есть когда у вас большой поток, лучше взять XL. Если у вас небольшой поток, лучше наберите Shuffle 2019 года. Насколько будет отличие качества печати у Frawl on Shuffle 4K и Sonic? Думаю, что качество, в отличие, ну, от отличия по качеству вы увидите. Честно говоря, не сравнивал и по цифрам не скажу. Вот. Будет оно отличаться именно в мелких деталях. То есть когда мы печатаем сложные конструкции, например, мосты, да, там мы увидим разницу. Вот. Проблема, на мой взгляд, у Sonic, да, это в том, что очень сложно настроить. То есть если у нас есть проблемы с тем, что принтер от принтера друг от друга отличается, то Shuffle, прошу прощения, Sonic отличается сильно больше друг от друга. То есть у меня в моей практике есть моменты, когда он отличается от другого Sonic раза в три по времени засветки. Вот. Соответственно, там нужно четко сидеть и понимать, как он работает. Так. Значит. Сейчас, одну секунду, посмотрю. Да, вот сразу по принтерам добью вопрос. Значит, в чем разница между 2018 и 2019 годом? Значит, лучше взять 2019 год в силу того, что там стоит обновленная система Parallel, побольше экран. Вот. Ну, в целом, он как-то просто более новый. Вот. Ну, основное отличие – это время засветки. 2019 будет чуть-чуть быстрее. Чуть-чуть быстрее – это где-то процентов на 10. Вот. А в целом других различий нет. Так. 4К. Маленькая трещина пошла при проверке дисплея. Да, смотрите. У экранов есть нюанс. Это очень хрупкая вещь. Ну, я думаю, что у каждого есть телефон, у которого есть экран, и вы понимаете, как легко его разбить. Вот. А здесь получается так, что если обычный экран еще имеет металлическую рамку для увеличения жесткости, то на принтере эту рамку снимают. И единственная вещь, которая придает жесткости этому экрану – это защитное стекло. Вот. Поэтому здесь нужно быть очень аккуратным. Это, скажем так, основная проблема LCD-принтеров. Вот. Но, с другой стороны, там стоимость экрана не такая большая, как, например, DMD-матрица. Да, то есть стоимость экрана, там, где-то долларов 50, наверное. Честно говоря, точной стоимости не знаю. А стоимость DMD-матрицы – это вот такие зеркала, которые сформируют картинку, она около, там, от 1000 долларов начинается. Вот. Поэтому здесь экран, наверное, можно считать расходником. Например, опять же, я был у партнеров США, кто поставляет на фрозены, и работал с некоторыми принтерами у них. Нашли то, что сломалась матрица, я говорю, ну, вот, ребята, у вас разбиты, с выставки привезли принтер, разбили экран. Они говорят, не проблема, сейчас принесу. Вот. И оказалось так, что у них в запасе где-то по 50 экранов лежит на принтере просто для того, чтобы их менять. То есть, ну, здесь это расходный материал. Так. Так, 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 очень много вопросов. Значит, возвращаясь про... Можно ли засвечивать dental scent в вакууме? Смотрите, я засвечивал, честно говоря, разницы сильной не заметил на ощупь, да? Но в целом, да, имеет смысл засвечивать либо в вакууме, либо в глицерине, например, потому что кислород, который находится в воздухе, он ингибирует процесс полимеризации. Вот. Поэтому с точки зрения теории, да, есть смысл засвечивать в вакууме. С точки зрения практики, ну, я, честно говоря, не думаю. Но в связи с тем, что надо было подобрать композицию, которая вполне спокойно засвечивается на воздухе. Вот. Значит, Игорь один, да, спросил по поводу серого и черного материала. Это dental model материала. Почему серый и черный? Связано, опять же, с физикой. Если мы возьмем, например, белый материал, белый материал содержит белый пигмент. То есть это, представляете, такие белые пигментные шарики. Вот. И свет от белого цвета, он отражается. Вот. А, соответственно, мы получаем засветку по XY, она как бы, ну, расползается, назовем ее так. А если мы возьмем черный материал, там у нас черный пигмент, такой же шарик, только если у нас лучше попадает в черный пигмент, он им поглощается. И никуда дальше не уходит. В силу этого черные материалы, да, они более точные. Вот. Но, опять же, когда мы говорим о более точных, да, это либо капризность в настройках, да, то есть у черного, например, или у лечневого материала достаточно большой диапазон и просто угадать. Да, с материалами, которые, например, dental sand, которые содержат белый пигмент, там сложнее, потому что приходится очень четко подбирать окно. Вот. Ну, и плюс учет того, что для dental sand, да, достаточно большие требования к точности. Вот. Аналогично, почему мы для dental cast взяли вишневый цвет, да, и отказались от красного, который был раньше. В силу точности, чтобы, ну, достаточно относительно просто было подбирать именно время засветки. Так, об использовании материалов Harslabs на форм 2. Так, значит, из подводных камней, значит, это то, что вы используете это все в открытом режиме. Из режимов. Мы старались сделать так, чтобы все работало в стандартных режимах, но, к сожалению, не получилось все материалы подбить, поэтому основные материалы работают с включением Clear V4. В отличие от Gray и Black материалов, они работают в режиме Gray V4. Вот. Соответственно, материалы Dental Clear, например, Model Clear, Dental Pitch, Dental Sand 1, A2 и A3, они работают в режиме Clear V4. Вот. А сейчас мы делаем еще материал Dental Cast для Formlabs, он будет работать в режиме Castable V1. Вот. Подводные камни, ну, в общем, это только по факту с ванночками. Рекомендую использовать ТНК-ванну, это зеленая ванна с тефлоном для того, чтобы дольше жила ванночка. Опять же, вот если мы возвращаемся к засветке в вакууме, я сказал, что кислород ингидирует реакцию, то есть предотвращает полимеризацию. И если вы помните, у Formlabs есть свитер, который проходит и как бы оголяет силикон. В открытом режиме он не работает, и, соответственно, в силиконе не возобновляется вот эта кислородная пленка, которая предотвращает умирание силикона. Поэтому использовать тефлонную ванночку в открытом режиме, в общем, никаких других трюков нет. Так, по точности он не выступает оригинальным, например, с серым материалом мы мерили, у нас получилась даже высшая точность. Так, Акмал не очень понял вопроса, по какой причине так быстро портится пленка. Вопрос, с каким технологиям, скорее всего, это вопрос к технику, кто рулит с пленкой, если он работает с ней неаккуратно, например, использует металлические шпатели, или не сильно следит за ее чистотой, или не смотрит, куда ставит, пленку можно достаточно легко повредить. Все-таки 100 микрон – это не такая большая толщина для пленки. У нас пленка 100 микронка, при аккуратном использовании ее хватает, но я думаю, что она свободна должна хватать. Критичны заломы, критичны какие-то маленькие, например, я не знаю, камушки, то, что может остаться на столе, кусочки пластика, например, вы поддержки удаляете, маленький кусочек пластика откололся, остался на столе, а вы на это поставили кювету и попробовали еще там сверху по пленке провести, скорее всего, вы получите дырку в пленке. А так, если аккуратно всем этим пользоваться, пользоваться силиконовыми или пластиковыми шпателями, пленка живет очень долго, даже с учетом того, что к ней там что-то прилипает, выдачные печати и так далее, они аккуратно приподнимаются, аккуратно, я имею в виду, что они его взяли и начали сразу срывать резко с пленки. А аккуратно подели, по чуть-чуть у вас полимер затекает под модель, ну не под модель, а то, что должно было быть моделью, и она аккуратно отстает, без даже следов на тефлоне, поэтому пользоваться можно ее очень долго. Тефлон, в принципе, можно так сказать, что не изнашивается. Значит, с тефлоном есть маленькие нюансы в плане того, что если вы работаете, например, у нас есть полимер ArtGlow или Dental RO, которые имеют наполнение, там лучше сливать сразу же после печати материал, чтобы он не оседал, потому что мелкие частицы, они остаются на тефлоне, и когда вы начинаете перемешивать, даже мягким шпателем, эти частички потихоньку царапают тефлон, и тефлон на дни. В целом, не супер-мега-критично, что тефлон помутнел, да, но на качестве печати это сказывается, качество падает. Но печать все еще возможна. Вот. Значит... Игорь 1. Значит, прилипает материал, напечатанные основные слои, первые два слоя по 70 секунд, а поддержка не цепляется. А поддержка на какое время стоит? Скорее всего, у вас именно основные слои мало стоят. Вот. Второй вариант – это поддержка пересвечена, но если у вас не осига, я, честно говоря, не помню название принтера, писали или нет. Вот. Нет, не вижу я его здесь. Вот. Соответственно, если это не осига, а какой-нибудь frozen, то это точно не пересвет, а может 70 секунд – это окей. Вот. Возможно... Да, скорее всего, вам нужно увеличивать время засветки. Вот. Нормальные слои 11 – это мало, вам нужно около 16 секунд. Приблизительно, опять же. Вот. Поэтому и не клеится. Вот. Значит... Значит, в общем-то, забыл переключить слайд. Вот. Основная, скажем так, лекция закончилась. Вопросы, если есть, пишите, давайте поотвечаем на них. Будет ли доступность? Это больше к ребятам. Марк, я знаю, будет доступность записи. Ребята говорят, что да, будет запись доступна, возможно, не сегодня. Анна, а что имеете в виду под тем, как делать модели для работ на имплантах? К сожалению, там с экзакадом или чем-то другим я не подскажу, в силу того, что у меня суперсильно с ними знаком. А, кстати, я забыл один вопрос по поводу того, как часто менять спирт. Смотрите, спирт меняется в тот момент, когда вы заметили, что модели плохо промываются. То есть остается там, ну, липкий такой, склизкий даже получается слой. Вот. Уничтожается, ну, утилизируется спирт. Это, соответственно, я так понимаю, специальная компания, которая приезжает к вам в лабораторию и утилизирует этот спирт. Если говорить про легальные способы утилизации, про нелегальные, ничего не знаю, ни разу не стал просто с ним. Вот. Так, так, так. Вредно ли дышать полимером? Смотрите. Тем, что спирт плюс полимер, честно говоря, не знаю. Вот. Мы заметили тем, что... То, что... Вернее, я заметил то, что когда спирт с полимером долго стоит, запах немного меняется. С чем связано, к сожалению, не знаю. Вот. Но спирт у меня в углевом случае не очень дышал. А по поводу полимера, в целом, если мы говорим про дентальные полимеры, которые не особо пахнут, нет, не вредно. Я не думаю, что это там вреднее, чем выпурить сигарету. Вот. Есть полимеры, не буду называть марки, но, в общем-то, у нас есть образцы конкурентов, которые, да, ими дышать вредность, с ними работать не очень хорошо, вот, потому что они созеркнут опасные мономеры во своем составе. Так, Фрозен не контролирует температуру, как быть? Ну, соответственно, ну, два варианта, да, стоять с нагревателем и термометром, вот, но это не наш вариант. Есть в интернете, можно посмотреть, есть специальные хитеры для Фрозена, вот, но это с самоделки, как бы это уже вручную доделывается. Каких-то заводских решений, я не знаю. Так, Времянка на импланте плохо сидит, шатается, хотя, опять-таки, на выпрямленной на фрезу. Смотрите, значит, по тому, где моделируется моделька, есть еще нюансы. Значит, под фрезу и под 3D-печать они немножко по-разному экспортируются, вот, если я правильно помню, в рюкзаке есть отдельно там две опции, под 3D-печать и под фрезу. Вот, это номер один, куда стоит обратить внимание, и номер два, это, скорее всего, у вас недосвет, недосвечен материал, соответственно, он не дозапекается по краям и поэтому дает вам небольшой разброс по размерам. Вот, скорее всего, там поднимите время печати на 100% в 10, да, и будет все окей. Так, как правильно ухаживать за ванночкой, если пользуемся разными полимерами, а ванна одна? Смотрите, у нас аналогичная вещь, у нас полимеров миллион, ванночек десяток всего. Значит, как это все работает? Берется пластиковый или силиконовый шпатель, соответственно, сливается полимер, да, с ванночки аккуратно снимаются все остатки полимера, капается немного спирта и берется, ну, мы используем обычную туалетную бумагу, можно взять салфетки, вот, можно брать самую дешевую, да, единственное, смотрите, чтобы она не была супер жесткой, потому что есть бумага, которая царапает тепло. Вот, и дальше просто пропитывается, снимается, протирается, заливается новый полимер и не работает дальше. Вот, насколько протяженный можно печатать? Модели из выжигаемых полимеров, смотрите, вообще, в принципе, мы рекомендуем брать там единички четыре, да, чтобы были не супер длинные вещи, но есть люди, кто у нас печатают полную дугу, и здесь уже поважен временной фактор, да, чтобы это было достаточно быстро сделано, потому что со временем, естественно, и поведет, с условием того, что если у вас, как по презентации, вот такая вот дуга, да, без ребра жесткости, то ее точно поведет. Вот, поэтому здесь, чем быстрее вы запакуете, тем будет лучше. Вот, в целом, такой, ну, рекомендации нет, очень сильно зависит. Ну, чем короче, естественно, тем лучше. Так, если протирать пленку спиртом перед калибровкой принтера, спирт нет, техлоновую пленку спирт не портят, вообще, без каких бы то ни было проблем. Калибровку принтера лучше проводить не с ванночкой, а с листом бумаги, в силу того, что вы можете контролировать, насколько плотно столик прилегает к стеклу, ну, просто поводив в пленку. Поводить в ванночку у вас не получится, к сожалению. Значит, после промывки в вузе в ванночке нужно подогреть модель перед дозасветкой. Да, да, мы рекомендаем, это не обязательный этап, но желательный, скажем так. То есть, если вы не подогреете, ничего критичного не произойдет, а если подогреете, то модель-то будет получше, в том числе и по физмеху. Вот. По Dental Cast Cherry какие нюансы бывают? Нюансы такие, что скорость подъема и опускания у вас должна быть маленькой. Глобально чем меньше, тем лучше. Мы рекомендуем ставить 50, в некоторых случаях 80. Тонкие 80 мм в минуту я имею в виду. Тонкие поддержки лучше не ставить, лучше брать толстые, да, и потом их отрезать. Поскольку все равно идет моделька на постобработку. Вот. Ну, в целом, в целом, больше нюансов таких нет. Так, спирт может залиться в промежутке между пленками, и крайне он попадал так. Да, он может, поэтому я рекомендую использовать салфетки или какую-то бумагу, которая его впитывает. Она, соответственно, и впитает то, что затекло в крае между ванночкой и... и тефлоном. Вот, работает даже для осиги, потому что с осигой, ну, у нее там немножко другая конструкция. Вот, и у нее больше, скажем так, возможностей, чтобы затечь спирт между пленкой и ванночкой. По себе стоимость модели печати, ну, смотрите, там, допустим, сжигайка, если я правильно помню, она стоит 8, по-моему, тысяч или 10 тысяч за килограмм, а единичка, ну, пускай будет 10 тысяч, да, за килограмм. Единичка, она занимает около, там, миллилитра, соответственно, одна тысячная ценит 10 рублей. Вот, модельный полимер, да, Dental Pitch, он дешевле стоит, соответственно, будет еще дешевле. Вот, Dental Scent у нас сейчас самый дорогой материал, там будет, ну, 16, по-моему, рублей за миллилитр. Вот, ну, надо пересчитывать. Вот, соответственно, как-то так. Это зависит, естественно, от объема печати. Вот, ну, и плюс, если мы учитываем амортизацию, зависит от оборудования, плюс заработка сотрудников, так что в целом это зависит. Вот, и возвращаясь к еще одному вопросу, который был в самом начале, про оси ГУ. Сейчас я попробую его найти. Слишком много, он как-то не отмечен. Про оси ГУ был вопрос вроде того, как печатать Dental Cast. Вот, соответственно, по режиму сейчас я на скидку не скажу. Значит, с оси ГУ есть такой момент, что когда в композере вы начинаете создавать проект, он просит выбрать профайл. Профайл ставите Dental Model, дальше делаете, соответственно, все, что вам нужно. И перед тем, как нажимаете кнопку «Отправить печать», у вас будет окно с настройками, которые нужно настроить. Там настройка ставится... Вам нужно выбрать время засветки слоя. Честно говоря, не помню, как оно называется точно. Там у вас будет стоять около двух секунд, а вам нужно будет поднять это время где-то до трех-трех с половиной секунд. Вот, опять же, зависит от вашей машины. Вот. Так. Можно ли засвечивать Dental Sand в вакууме, если разумится? Ну, отвечал на этот вопрос. В теории разницы есть. На практике, честно говоря, я ее не ощутил. Это будет влиять только на поверхность. Вот. Поскольку материал мы подобрали так, что можно засвечивать в воздухе, на воздухе, то в целом вы получите и ту, и ту поверхность сухой и без каких-либо проблем. Срок службы лазеру формлапса не готов ответить на этот вопрос. Это больше, наверное, формлапсу. Думаю, что он точно так же зависит от кучи обстоятельств. Вот. Но в целом, по моему опыту, раньше вы проблему с зеркалами встретите. То есть с гравонометром. Там всякая такая вещь. По поводу слайсеров и поддержек. Да, я был готов к этому вопросу. Вот. А значит, ПО. Какое использовать? По факту неважно. Расскажу, какой связкой пользуюсь я, в силу того, что мне кажется, она самая удобная. Как вы помните, я адепт того, чтобы использовать ручное выставление поддержек, для того, чтобы модель была максимально чистой, а не без поддержек. Да, зеркала можно чистить. Сложно, геморройно. Насчет гарантии, кстати, я не знаю. Но в целом мы чистим. Я чище, вернее. И получается. Получается. Вот. Значит, по поводу ПО. Да, я использую программу B9 Creations. Это тоже ребята, которые разрабатывают принтеры. Вот. У них древний интерфейс. Как бы, я не знаю, программа из 2000 года выросла. Вот. Но у них очень удобно понимать, где находятся минимумы, и куда конкретно, как мне надо выставить поддержку, чтобы было никаких кисяков. Плюс у них есть там до настройки этих поддержек, уже после того, как они выставлены. То есть в целом мне она очень нравится. После того, как я подготовил модель в плане поддержек, там расположения, печати и так далее, мы закидываем в любой слайсер, абсолютно любой. Будь то там Читу, ФормВ, или, не знаю, там у Asigi Composer есть свой, или еще какой-то. Вот. И работаем из нее. Ну, для Формлабс чаще всего используют свой родной софт, например, там есть кнопка «Сделать красиво», и он делает красиво. Вот. Не могу сказать, что работает хорошо, не могу сказать, что они оптимально расставляют поддержки, но они это делают так, что, ну, кисяков вроде как не случается по автомату. Вот. Сколько самых шаблонов можно напечатать, если брать Dental Yellow Clear? Тоже зависит. Если мы шаблон делаем маленький, коротенький, да, или там большой, типа вот таких вот, да, шаблонов, будет зависеть от объема. Там, средний объем, я думаю, что это миллилитров около 10, вот, соответственно, около 100 шаблонов можно будет отпечатать. Не забываем, что у нас есть еще потери на поддержке, и на то, что у нас полимер банально на мотыльке остается, который мы просто в спирте промываем. Вот, так что, ну, я думаю, что около там, ну, 80-100, я думаю, что будет в среднем. Да, можно больше, можно меньше. Так, будут ли еще вебинары по данной тематике? Ну, это к ребятам вопрос. Я думаю, что будут, тема интересная, вот, кто будет выступать, не знает. Реклама будет анонсировать, я думаю, все эти вещи. Вот. Так, да, если брать в расчет ошибки и косяки, тут можно отпечатать и ни одного шаблона, вот, зависит от того, насколько вы быстро учитесь на ошибках. Вот. Про сканеры, к сожалению, не расскажу. Вот. Ну, а вот реклом, я думаю, что услышали, кивают, говорят, что что-то такое смогут сделать. Так, в целом, я не знаю, у нас время, наверное, не ограничено никак, да? Просто вопросами, вот. Мне в целом не жалко поотвечать на вопросы. До вечера, до воскресенья. До вечера, до воскресенья у нас есть времени. Ну, рад, что, да, поделился полезной информацией, в общем-то, используйте. Вот. Опять же, самая большая проблема именно в постобработке и при засветке, поэтому прошу внимания, обращать внимание на то, как вы светите, чем вы светите. Потому что, например, дешевые лампы, да, ногтевые, они не позволяют осветить модель до конца в адекватное время, да? То есть можно на ночь оставлять, но в целом, это, скорее всего, не наш выход. То есть не поленитесь, да, не пожадничайте, возьмите лампу хорошую, пускай она будет служить вам верой и правдой, да? Она стоит, ну, та же самая ламхау, мне кажется, около 20-30 тысяч. Вот. Ну, на мой взгляд, это стоящая вещь, чтобы быть спокойным. В том, что у вас нормально все дозасвечено. Возможно, вот у ребят, у вас есть промоуты формлапсовские? Да, формлапсовские формлапсы. Промывали формлапсы. Да, соответственно, формлапсы – это аналог, условный аналог ультразвуковой промывки, да, удобно тем, что она автоматически там отсмерит время и вытащит самую модельку. Формкевер удобно тем, что она сама греет в процессе дозасветки. То есть, ну, в целом, эта вещь такая удобная. Стоит она чуть дороже, но, на мой взгляд, тоже стоит своих денег. Вот. Так, отличие Chitubox от B9 Creations – это, смотрите, B9 Creations сделана только для принтеров B9. Но она позволяет готовить модельки и экспортировать их в STL. А Chitubox – он такая открытая система, которая позволяет слайсить для принтеров разных марок, в том числе и для Frozen. Поэтому B9 я использую для того, чтобы выставить поддержки. Chitubox использую для того, чтобы отслайсить для Frozen. Frozen у нас стоит подключенный через сеть, через LAN-кабель, работаю через веб-интерфейс. Есть такой момент, что через веб-интерфейс, когда ты работаешь, ты закидываешь только слайсы, а все настройки уже внутри Frozen. Соответственно, там нужно выставлять нужные профайлы. Вот. Как-то так. Ну, давайте, сколько у нас сейчас времени? 12.48. Ну, давайте еще пару минут последние вопросы дособираем, я на них отвечу и пойдем убедить. Так, LoonMart 100 подойдет ли для засветки? Хороший вопрос, честно говоря, я не знаю, что это такое. Сынно признаться, но если дадите характеристики, то есть нужно смотреть вам на спектр дозасветки, то есть спектр, который излучает лампу или светодиод. Если он, условно говоря, пускай будет от 385 до 450, то в целом, да, ну, я имею в виду включать этот спектр, то в целом, да, подойдет. Если там какие-то другие спектры, например, там от 450 до 520, например, то нет, не подойдет. Ну, и плюс надо смотреть на мощность. Чем мощнее, тем лучше. Про калибровку фрозанов. Она сделана у них нормально, можно один раз калибрануться и больше не пробовать ее. Если винты затянуты хорошо, и вы не роняли платформу, никаких проблем с калибровкой не возникнет. Ну, если принтер не таскают. Ну, ребята говорят, что если принтер не таскают из помещения в помещение, то калибровка не сбивается. Мы все-таки говорим, да, если переставляют принтер, то просто не катаются. Ну, если вы его перевозите именно, я думаю, что, да, есть смысл перекалибровать. Если вы его просто там переставили со стола на стол, я, честно говоря, не думаю, аккуратно переставили со стола на стол, то я не думаю, что потребуется перекалибровка. Где смотреть запись видео, ребята, наверное, отправят ссылку. Наверное, напишут, 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 не регистрируются. Потом мне там скомпонуются, где надо, и потом участникам отправят. Да, я так понимаю, что e-mail вы оставляли, когда записывались, по идее список есть, и по ним будет отправка записи. Подарки от Recom. Ребята дарят сэмпл образца материала нашего. Поэтому я думаю, с ними надо по-любому будет сконтачиваться, потому как забрать, где получить. Пробники полимеров. Ну, соответственно, я, кстати, не знаю, как вы это делаете. Ну, видимо, после вебинара, да, будут связываться, поскольку контакт есть, в любом случае, там почта связываются и уже договариваются непосредственно. В случае, пока не делай запрос к нам, потому что мы совсем не будем, а вот кто заинтересован в этом. А, вот так вот. Ну, короче, да, идея такая, что в целом есть контакт, по какому контакту с вами связаться. Да, в общем, тем, кто занимался организацией вебинаров, можно просто написать, да, девушкам, которые занимались, вот, и сказать то, что привет, я был на вебинаре таком-то, мне обещали пробник материала, хочу, да, материал такой-то. Вот, и вам уже подберут, отправят там договорятся, где, как, и чему. Почему не распечатываются режущие края? Смотрите, здесь есть вариант неправильной настройки времени засветки и неправильной установки поддержки. То есть, если вы поставили в самое нижнее место, да, поддержку, соответственно, все, что было до поддержки, не пропечатается, будет плоским. Вот, на полимере осига, имеется в виду, если мы используем родной осиговский полимер, 30 минут засвечивать, это нормально или нет. Смотрите, время зависит от того, где вы засвечиваете, и зависит от полимера. Не могу сказать, вот, надо смотреть, какой полимер осига, вот, и для чего дальше используется. Пленка внутри коронки. Пленка из материала, правильно я понимаю? Если да, то, наверное, это косяк слайса, если это вот тонкая такая пленка. Были моменты, например, с Соником, когда мы настраивали, куча таких вот чешуек образовывалась вообще по всей области печати. Это был сильный пересвет. То есть он печатает в размер, как ни странно, но при этом куча разных чешуек, которые, естественно, влияют на качество модельки. Поддерживаете ли вы печать коронки на одном коннекторе? В целом, наверное, да, если речь идет про резец, да, а если идет про, там, не знаю, маляры, там у вас будет несколько минимумов, и вы панельные сможете на нескольких отпечатать. Ну, на одной поддержке, вернее, отпечатать. Но поскольку нужно будет в режущей крайне наставить поддержку, чтобы посадочное место было идеально точным. Вот. Узбился в смысле. Да, лучше все-таки ставить три поддержки для того, чтобы у вас была стабильность. Вот. То есть если вы гоните за, там, лучшим качеством, лучше поставить три поддержки. Вот. Материал хорошо потом шлифуется, обрабатывается. То есть их потом можно будет спокойно убрать. Вот. Значит, как правильно располагать подкову в слайсере? Ну, в целом, разницы особой нет. Вот. Главное правило – это те материалы, то место, которое должно быть самым точным, оно должно смотреть на принтере, получается, вниз, в слайсере вверх. То есть поддержки должны идти в сторону, которая не критична. Вот. Так, диаметр. Ну, если 2,5-3 мм коннектор, это вот ответ Иваном, то, ну, наверное, да, можно спокойно ставить. Такую толщину коннектора, ну, поддержка, имею в виду, она будет достаточно жесткой и мощной. То есть я использую для печати короны где-то поддержки толщиной, там, 570 микрон. Значит, расстановка моделей под каким углом ставить. Опять же, если мы печатаем, там, вот такую модельку, да, ну, плашмяк кладем, и все хорошо. Если нам нужно, не знаю, что-то сложнее, например, с шаблонами, да, здесь нужно смотреть. То есть тоже можно ставить плашмя, можно ставить под небольшими углами. Зависит от расположения отверстий, да, в которые будут втулки потом вставляться. Нам нужно, чтобы отверстие было вертикальным. Ну, соответственно, от этого выбирается положение модельки. Ну, все-таки, 2,5-5, наверное, будет более точно печать, ну, все-таки, без сканирования. Ну, у вас подтвержденная, да, информация? Ну, вот ребята говорят, что, да, они сканировали... По 45 или по 90, по 45 более лучше? По 45, ребята говорят, что лучше всего получается, вот, и они основаны уже не на субъективных каких-то оценках, а на результатах сканирования. В целом, я знаю, что на SIGI люди работают плашмя, и у них все хорошо с точностью. Вот, возможно, это зависит также от принтера, да, потому что тоже самое. Может быть, и свои никак не будут. А, ну, да, кстати, вот есть момент с тем, что это уже эстетическая часть, она не совсем к точности относится в том, что если вы располагаете модельку под 45 градусов, у вас слои не так сильно будут касаться в глаза. Вот, это, да, это действительно есть такое, и заметно прям в невооруженном взгляде. Вот, для ложки, смотрите, у нас стандартная рекомендация использовать Dental Pink, да, либо Dental Pitch, либо Dental Yellow Clear, поскольку они биосовместимы и проблем никаких нет. Вот. Они, ну, относительно дешевые и реактивные. Ну, да, вот по поводу угла тоже есть вопрос, что мы хотим получить. Да, если это просто модель демонстрационная, да, то лучше, конечно, буду углом вставить. Цены на полимер. Цены на полимер. На сайте, да. На сайте рекома можно спокойно найти. Вот. У них же можно и заказать. Какой полимер объем? Ну, да, это зависит от полимера, от того, хотите вы полкило или кило. Вот. Смотрите, насколько, сколько пациент может проходить. Наша стандартная рекомендация при правильной пустообработке, опять же, оговорюсь, это до месяца. Но у нас есть кейсы, да, кто ходил больше месяца, там около полутора или двух. Вот, но в целом я рекомендую ограничиваться где-то до месяца. Все, закончились вопросы. В общем, спасибо, да, за внимание. Рад поделиться информацией. В общем-то, пользуйтесь, печатайте. И пусть все ваши печати удаются. Все, тогда сворачиваемся. Екатерина ждем, Сергей пять ребят пишет. Ну, все, окей. Спасибо большое. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok